У депутатов первый рабочий день, они вернулись с каникул. Это значит, что в стране начинается новый политический сезон. Никто не сомневается, что он будет жарким. Его старт ознаменован протестами, стычками, громкими заявлениями. Молдова стоит на пороге парламентских выборов. А по традиции этот период всегда самый конфликтный. Невооруженным глазом видно, что продолжится противостояние правительства и президента. В парламенте будут кипеть не шуточные страсти, а не парламентская оппозиция будет воевать со всеми сразу. Впрочем, есть и другие сценарии, и о них в ближайший час. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. И как обычно, я представляю моих гостей, добравшихся сегодня до Полюса. Депутат парламента Григорий Навак, представляющий партию социалистов. Добрый вечер. Добрый вечер. Демократическую партию сегодня представляет Анатолий Загородный. Вам здравствуйте. Добрый вечер. И глава бюро ТАСС в Республике Молдова Валерий Демидетский. Добрый вечер. Валерий, давайте поздравим в начале депутатов с тем, что они сегодня отработали свой первый рабочий день. Надеюсь, что плодотворно, несмотря на то, что плодотворных заседаний нет. И первый вопрос, наверное, будет к вам. Да, сразу заслужим транспортный цех. Да, начальника транспортного цеха. Чего нам ждать от этого политического сезона? Вот с вашей точки зрения, с точки зрения людей, которые находятся в парламенте, которые ведут политическую борьбу постоянно. Господин Навак. Ну, в принципе, в новом политическом сезоне, кроме политических баталий, ничего не будет. То есть, существенных изменений для граждан, которые почувствовали это изменение для себя, для своего кармана, для своего кошелька, скажем так, то, что касается пенсии, стипендий и так далее, они будут неощутимы. Ну, там попытались чуть-чуть что-то сделать, поднять, но на фоне роста цен это вообще не ощущается никак. Мы видим, что, опять же, никаких изменений, то, что касается роста цен, начинают энергоносители. Вот сейчас полный, скажем так, аграрный сезон, он вот начинает кипеть, поскольку вот будет сбор урожая, дистоплива и бензин, как были, цены высокими, так и остались. То, что касается стипендий для студентов, вообще тишина. Вот они начали сегодня новый учебный год. Вроде бы что-то где-то как-то наобещали там преподавателям, но это, с моей точки зрения, это копейки, смешные копейки. Ничего не изменится в плане кражи миллиарда. Вот рапорт Кролл, как и был засекреченным, скажем так, так и будет его держать. Мы так и не увидим тот список, скажем так, великих людей, или, как выразился господин Филипп Персуаниноторий, да, вот самые честные люди, да, кристально чистые люди вот в этом списке. Мы их так и не узнаем. Мы их когда-то узнаем, но не сейчас, поскольку нет политического желания, нету, и никто не хочет, потому что он будет иметь эффект взрыва бомбы, образно говоря. Поэтому власть будет делать все возможное, чтобы скрыть эти факты. Мы видим, что вот примар Аргеева, он занимается непонятно чем, вместо того, чтобы сидеть, как говорил Жеглов, на свое место. И касаемо вот проекта законов парламентской оппозиции, как были блокированы до сих пор законы, проекты законы, выдвинутые президентами парламентской оппозиции, так и будут блокированы дальше то на уровне комиссии, то в парламенте. То есть ничего нового. То есть, если я правильно вас понимаю, будет много политики, но мало дела. Абсолютно верно. Спасибо. Господин Загородный, согласны ли вы с такой оценкой вашего коллеги? Ну, конечно, дело оппозиции критиковать, и они готовятся, и будут готовиться в это пленарное заседание, в этой пленарной сессии, так будем говорить. И не только оппозиция парламентская, и внепарламентские партии, они будут использовать трибуну парламента, я имею в виду парламентские партии, а внепарламентские будут выходить на улицу и требовать там разные всякие моменты, которые не были, по их мнению, выполнены в эти четыре года. Но что касается конкретно парламентских партий и фракций, конечно, это будет очень острая парламентская сессия, она будет выборной и предвыборной. Все партии будут вытаскивать свои предвыборные обещания, особенно будут вытаскивать программу правительства, и будут критиковать, и будут критиковать то, что якобы ничего не сделано, как вот только что мой коллега говорил. Конечно, я как представляю демократическую партию и представляю правящую коалицию, будем говорить обратное, потому что у нас есть факты, у нас есть доводы, у нас все то, что по росту экономики, по росту ВВП, по росту, по реформам, которые были внедрены правительством Республики Молдовы. Будем довести до сведений, как и доводим до нынешнего момента людям, то, что было сделано, и не только то, что говорит мой коллега, что рост на бензин, на дизельное топливо, но мы должны говорить о том, что снизились цены на газ на 20%, на электронегию на 10%, и многие-многие вещи, которые были сделаны правительством нашей, и реформы в других областях, отраслях. Поэтому я думаю, что будет очень горячо, будет очень так, сессия такая выборная, предвыборная, и все будут критиковать, и все будут обещать, что они придут во власть, и они сделают, и уже будут звучать, я думаю, напрямик с трибуны парламента, те критики и те обещания людям, которые они выскажут, я имею в виду нашим коллегам, наши коллеги из оппозиции, что они уже готовы прийти во власть, и будут делать им жизнь лучше, и завтра будем жить, как в раю. Валерия, вы тоже, наверное, просила бы вас ответить на этот вопрос, но еще и меня интересует ваш комментарий в отношении того, вот эта борьба, о которой мы сейчас говорим, вот будет как вот у нас принято, да, все против всех, либо вот в этот период, возможно, образование каких-то новых союзов, возможно, каких-то новых блоков, может быть, как-то левые объединятся, а может быть, еще как-то правые подумают, вот что вы думаете? Ну, безусловно, есть такое, по-моему, китайское выражение, не дай бог жить в эпоху перемен, у нас оно может переначать, не дай бог жить в эпоху продуманной кампании. Конечно же, действия какие-то, то есть деньги и какие-то хорошие решения, и все любят тишину и порядок, они любят продуманных кампаний, да, и правительство можно тоже понять, что правительство не в состоянии будет вот сейчас эффективно проводить какие-то реформы, действовать, потому что надо будет отвлекаться именно на вот эти вот удары. Будет много шума. Коллеги правы, оппозиция будет критиковать, и есть за что критиковать. Правительство будет отбиваться, провластное самое, их тоже можно понять, они будут доказывать, что они все-таки, в принципе, как-то управляли. Но нас ждет действительно очень интересный период, я бы сказал, что премьера этого периода уже дана, знаменитые, так сказать, у нас уже показали, уже осталась премьера нового сезона, новых демонстраций, да, и с гречкой, и с какими-то там полицейскими, и была история вот сейчас с неправильными унионистами, когда они ходили как герои этого. И многие отметили, что власть впервые повела себя таким образом, да? По отношению к кому? К унионистам. А это были неправильные унионисты. А, именно потому что они были неправильные. Если были бы правильные унионисты, которые... Правда, тут же в корысти, знаете, заподобие. Я просто не могу забыть, как врага молдавской государственности, Дмитрия Рогозина, который допустил в фейсбуке высказывание, там нехорошая гимфа, еще кого-то, в аэропорту встречали другие враги молдавской государственности, которые пели песни с призывами покончить молдавскую государственность объединить Румынию. Зачем это было сделано, и почему они были такие правильные, ну, мы можем догадаться. Потому что у нас есть и правильные унионисты, и есть и неправильные унионисты. Это были неправильные унионисты, поэтому с ними поступили примерно так же, как герой Водевилея Соломина шляпка, да, когда он возил целые сутки эту свадьбу по городу, измученную, да. Я, честно говоря, наблюдал за это действие и очень переживал, что там очень было много пожилых людей, наивных, которые верят в эти идеалы, и запретить им это нельзя. Но вот эта прогулка к концу города, да, на проскаленном асфальте на 25-градусной жале могла кончиться фатальной для кого-нибудь из этих людей, можно было пожалеть. Потом пытается втравить этих людей в столкновение с полицией абсолютно неправомерное условие правового государства, потому что полиция действовала, на мой взгляд, абсолютно правильно. Нельзя делать того, что нельзя делать по закону. Это главный принцип. Поняла. Разминочка получилась, на самом деле, у нас перед политическими сезонами, мы сказали, серьезная, потому что действительно было много и протестов. То есть, задом, знаете, задом такой... Да, и тем не менее, если мы говорим о депутатах, чем будут заниматься депутаты, то я вот, например, совершенно точно знаю, чем будет заниматься господин Загородный через две недели. Вот он может сам сейчас еще пока не догадывается, а я знаю. Господин Загородный через две недели в составе своей комиссии будет предлагать депутатам парламента выход, да, значит, из ситуации, сложившейся после непризнания выборов. Господин Канду сказал, что ваша комиссия, членом которой вы являетесь по праву, да... Такие ситуации с непризнанием выборов не повторялись. Да, вы правы, потому что у нас уже в среду, я сегодня был подвещен, что в среду у нас состоится заседание комиссии по этому вопросу. Я так помню, что по избирательному кодексу, там, по настоянию председателя парламента, мы будем обсуждать на комиссии уже в среду, не через две недели, как вы говорите. Через две недели вы уже парламенту уже доложите. Парламент уже будет, когда он соберется, это уже будет, как бы, бюро парламента будет уже назначать дату. Но я говорю, что комиссия уже начинает на этой неделе работу по этому вопросу. Что, как, почем, но я хочу сказать одно. А если можно, вы чуть-чуть откройте нам, пожалуйста, вот скобки. Вот в отношении чего нам ждать вот этих изменений? Так, господин Канду сказал четко с трибуны парламента, и даже тогда было высказано и нашими партнерами, внешними, что мы будем обсуждать и будем рассматривать только те моменты, которые касаются день до выборов и день выборов. То есть агитации. Да, агитация. То, что привело к тому, что не были признаны выборы, последние выборы мэра Кишинева. Вот это. Потому что мы не имеем права уже за год, как вы знаете, по рекомендации Венецианской комиссии по правам, что мы не имеем права вмешаться в основном законодательстве, избирательной системе. Поэтому мы будем только вот эти моменты, которые судебная система, высшая судебная палата, апелляционная палата и первая инстанция, она ссылалась и стала... Нет, мы поняли, не нужно сейчас... Поэтому вот здесь, вот здесь, по предвыбор, по день молчания, по день, в день голосования, по агитации, что такое агитация. А это будут какие-то кардинальные перемены? Я не могу сейчас сказать, потому что мы еще этого не обсуждали. Там должно быть какие-то... Будут эксперты, будет, я так понял, будут члены избирательной комиссии, там представлены в комиссии, в среду в 9 часов утра мы уже на комиссии это будем рассматривать. Господин Навак, вот смотрите. Но ни в коем случае, я еще, я извиняюсь, три секунды, ни в коем случае, чтобы я был понят правильно. И те, которые телезрители, которые нас слушают, вот и господин Навак тоже, юрист, как бы понимает, что мы... Потому что там есть много инициатив. Там есть много инициатив от наших коллег с оппозиций по ЛДМ. Есть инициативы с других фракций, которые о них говорят, что хотят голосование за рубежом два дня, хотят там еще по диаспорам что-то еще, что они берут. То есть ничего этого не будет? Этого не будет. И это мы не будем рассматривать. Поэтому все, что есть на данный момент зарегистрировано в парламенте для изменения избирательного кодекса, это будет уже рассматриваться после этих выборов. Поняла. Следующий. Господин Навак, вы с доверием относитесь к тому, что вам говорят представители правящей партии, что вот только это изменим, не будет больше никаких изменений. Вот, да, потому что перед выборами это самый такой важный момент, да. Мы берем изменение законодательства, господин Демидетский. Только мы, только мы, только мы вот позволяем себе буквально за пару месяцев до выбора правила игры меняются, понимаете, да? Ну, Людмил, в принципе, есть момент, который я согласен с господином Загородным, есть, который нет. Не согласен с тем, что... Нормально. Еще бы. Не согласен с тем, что господин Загородный чуть раньше сказал, что понизились цены на газ там и так далее. Правильно. Ну, господин Загородный забыл сказать, что сначала повысили, а потом чуть-чуть понизили. Но забыли, к примеру, снизить цены на гигакалорию по отоплению, которые мы уже не раз предложили заслушать на РЭ и пересмотреть вот эти моменты. Потому что цены сами на газ упали, а гигакалория как стоила, так и стоит дальше. А мы сейчас вот, отопительный сезон вот-вот скоро начнется. Вот об этом господин Загородный предпочитает молчать. Второй момент. То, что касается юридических моментов. Действительно, Венецианская комиссия, когда делает, потому что я всегда говорю, не надо путать рекомендации Венецианской комиссии политического характера и юридического характера. То, что касается неизменения законодательства о выборах за год до самих выборов, это действительно есть такие рекомендации Венецианской комиссии. И, в принципе, это логично. То есть, те законопроекты, которые... И у нас есть законопроекты, но уже мы, скажем так, мы не можем настоять на них, потому что мы знаем, что мы настояли до сих пор, потому что до сих пор была другая ситуация. Вот этот срок годовой давности мы соблюдали, скажем так. Сейчас мы уже его не соблюдаем. Так получается, время истекло. Но то, что нужно привести чуть в порядок моменты, которые никоим образом не могут изменить результаты выборов, никоим образом не могут изменить скажем так, сам процесс голосования. Вот тут, конечно, нужно даже где-то привести некоторую, скажем так, ясность. Для того, что сами тот же Конституционный суд или та же судебная инстанция, когда опротестовывается в суде определенные, скажем так, нарушения, они не вошли в тупик, не знали, как трактовать законодательство. Потом давайте обратимся в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд нам разъяснил, а Конституционный суд сам в тупике и не знает, как объяснить. И вынуждены придумать какое-то... Ну вообще, я слушаю вас и понимаю одну вещь. Вообще, это же не первые выборы у нас были местные, да? И каждый раз перед выборами происходили какие-то моменты агитации, достаточно спорные это были моменты, да? Вот в Facebook у нас никогда это не касалось значит, соцсетей. Мы проходили раз, два, три, через вот это, и вдруг вот этот раз вот у нас получилось то, что получилось. Людмила, если подумать, в 2001 году, к примеру, не было соцсетей. В 2005 у кого-то были соцсети, но их было мало, скажем так. А вы посчитайте, сколько у нас было выборов после 2009? Вы знаете, мы сейчас... Я даже ускору. Я извиняюсь. Когда соцсети были, да? Мы сейчас говорим про изменения в избирательном кодексе по Венецианской комиссии хорошо, юридийские, политические, это наши партнеры, это наша помощь, некоторые делают экспертизы к разным разным законодательным актам. Мы не должны прислушиваться к политическим рекомендациям. Но наши коллеги сегодняшние, которые оказались в оппозиции, я имею в виду по ВДМ, помните еще в 2009 году, 29 июля, надо срочные выборы, когда потом в 2010 году перед выбором они поменяли тогда избирательный кодекс, то, что по распределению вот этих мандатов после, что нельзя, помните? Это было. Они же пошли по этой системе. Сейчас они критикуют. А что касается Григория Гиллоги, этих геокалорий, которые вы говорите сейчас в этом студии, кишиневцы, я уважаю, я за то, что объем снизили, но они больше, чем остальных пунктов, населенных пунктов Республики Молдова получают компенсацию в зимнее время. Сколько? Сколько? Я читал, даже сейчас в вашей видеофракции в муниципальном совете сделал обращение, что может люди подойти и написать заявление о компенсации на зимнее время. на данный момент правительство и большинство парламентское приняло решение, что вот есть эти шаги. Вы говорите, сколько получают. Да, а потом уже будете это за то, что вы говорите. Мы не игнорируем, поэтому все будет хорошо в следующем году. Вы знаете, что уже на 300 тысяч наших тишиневцев получают меньше этих компенсаций из-за этих драконских, можно так назвать, условий, потому что человек вынужден собрать тонну всяких ненужных... Надо упрощать, надо смотреть законодатель. Я знаете, почему думаю, что все может быть хорошо, потому что сегодня прочла чудную новость. Сегодня, оказывается, правительство у нас выставило на торги госимущество акции в тех предприятиях, где является. Так вот там на миллиард лев, то есть пытаемся продать государству свои акции, только возможно. Из этого я делаю хороший вывод, что вообще в принципе с деньгами не очень хорошо, если особенно мы учтем тот момент, что перед любыми выборами международные организации они предпочитают все-таки не сильно свои финансы вкладывать, потому что они же всегда предпочитают ждать, а кто победит, а можно ли будет потом с ними работать, а то мы с ними сейчас будем договариваться, а потом придут другие люди. В принципе, вот эта ситуация, наверное, тоже должна волновать. Как думаете? Да, вот здесь вот эти две вещи, которые вы говорили, эти взаимосвязаны, международные партнеры и то, что мы продаем предприятия. Сегодня на одном из телеканалов таких известных, два известных политолога спорили о том, нужно ли вводить в конституцию положение евроинтеграции. Основной довод был, ну вот смотрите, они нам же помогают красить детские садики, строить дороги и так далее. И ни одному человеку там не вошло в голову просто задать простой вопрос, а как мы докатились до жизни такой, что нам внешние партнеры красят садики, строят дороги. Почему в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане и многих других странах, которые тоже такой же период переживали, развал СССР, распад экономик и так далее, не распродают предприятия, а как-то они у них работают. и национальная экономика трудится, какие-то, даже в Беларуси не имеет нефти, но у нее прекрасные дороги и работает предприятие, и мы у них покупаем очень много и продуктов, и машины и так далее, и так далее. Почему так получилось? Понимаете, долго ли мы будем, так сказать, с протянутой рукой стоять перед внешними партнерами, да? И кто кому вбил в голову эту дурацкую мысль, что в Брюсселе, Москве или Вашингтоне спать не могут по ночам, потому что думают, как осчастливить Молдову и сделать ее процветающей страной? Но это же глупости, понимаете? Если мы вносим даже тот же пункт о евроинтеграции, а всегда ли будут наши интересы, национальные интересы Республики Молдова соотноситься с какой-нибудь с Министерством Америки, с Россией, с Евросоюзом и так далее. Может быть, лучше подумать, внести в Конституцию пункт о последовании интересам своей страны и вспомнить, что там есть пункт о том, что никакая идеология, никакое направление не мог быть святым для нашей страны уже после КПСС. Мне это все напоминает вот эту историю с КПСС и с Условом в 1977 году, когда говоришь, что нужно победу коммунизма внести в Конституцию и так далее. Нет, многие говорят о руководящей направляющей. Помните, власть? Вот поэтому, понимаете, вот пока мы не будем задумываться об этих вещах, а потом будем говорить, что, знаете, вот если победят те или эти, помощь придет с Востока или с Запада, надо надеяться на помощь изнутри. То есть, наконец-то, надо иметь правительство, которое будет думать о национальных интересах и не будет распродавать предприятия, понимаете, которые сегодня несутся. Поняла, да. То есть, я просто, почему этот пример сейчас привела, чтобы мы поняли, что у нас с финансами не все так хорошо, как говорят представители правящей партии и вот эти факты тому свидетельства. Ну, понимаете, как? Ведь народ по принципу споршивая овцы хоть шерсть и клок, знаете, они вот думают, вот в период выборов ну хоть цены не повысят. Понимаете, многие... Слабые утяжения. Да. После выборов все равно повысят. Да, это будет потом. А вот до выборов вот хороший момент. Вот что-то положительное, они увеличат, понимаете? Если Шор примет участие, он еще по пакету гречки даст и по батону каждому. Вообще будет прекрасная жизнь. Вот вы смеетесь, а некоторые таки рассуждают. А я не смеюсь, понимаете? А не надо смеяться и идти на то, что вам пообещали цены снизить или так далее. На то, что вы высказались насчет внедрения в Конституции о евроинтеграции. Да. Вы знаете... Есть такой момент. И можно я заострю сразу вам вопрос? Господин Загородник, сразу заостряю вам вопрос. Вы будете говорить сейчас на эту тему. Вот смотрите, уходили на каникулы. Председатель парламента что говорил? Он сказал, что это будет самый важный вопрос, которым будут заниматься депутаты на следующей сессии. И сказал честно, на сегодняшний день у нас нет голосов для того, чтобы мы это внесли в Конституцию. И что он надеется, что за период каникул ему удастся уговорить представителей либеральной партии и либерал-демократической. Скажите, пожалуйста, удалось? Я не могу сейчас сказать, потому что я еще раз говорю, первый день выхода на работу. Мы сегодня были, сегодня был первый звонок во всех населенных пунктах. Я, например, участвовал в этих мероприятиях. Наверное, и наши коллеги все участвовали. У нас еще не было заседания для того, чтобы это обсуждать. Но я говорю то, что, я знаю в смысле, что вот это мотив, один из такой основной мотив для того, чтобы это внедрять в Конституцию, это тем партиям правые, и даже и парламентские, и не парламентские, для того, чтобы не ходить уже по избирателям, когда избирательная кампания идет, и вот мы обещаем, мы обещаем. Это должно быть в Конституции. Ты не должен это обещать. Вот так. Если это будет Конституция, то уже не фоль. Потому что, я вам скажу и другое. Вы должны понять одну вещь, что помощь идет извне. Любая страна мира имеет помощь извне. То из Мировой банк, то из Астрия, и имеется партнеров, которые... Вы понимаете, что у вас нету голосов и не будет их, потому что... Как знать. Воронину в 99-м году тоже так говорили. И Воронину я вам гарантирую, что он не будет голосовать. Даже если социалисты это предлогут, Воронин за это не будет голосовать. Я поняла. Потому что в партии коммунистов записана евроинтеграция. Вообще Воронина я вам верю, вы больше, чем я. Поэтому я заканчиваю, Людмила. Поэтому то, что будет... Ну, посмотрим. Мы вынесем на пленарное заседание и те, которые себя вот на телевидениях, на встречу с избирателями, повсюду, в Брусселе, в Страсбурге, говорят, что они за евроинтеграция, что нас только так. Вот, вот, верю, верю. И вот это будет на самом деле в парламенте. И если они не будут поднимать руки, поэтому... Вы говорите больше всех, я прошу. Вы говорите там одно-двух... Господин Загородний. Если позвольте, по поводу... Я позволю. Я прошу вас. Господин Загородний, да. Давайте вот так. Вот у вас появилась чудненькая привычка, да, вот на этом эфире. Человек говорит, а вы говорите еще два слова. И потом ваши два слова представляются... А он представляет власть, ему есть что сказать. Да, я верю. Я верю. Но вы остроили. Но... Как это? Я знаю. Я понимаю, что... Тяжело еще, да. По поводу евроинтеграции. Да, еще математикой не занялись. По поводу евроинтеграции. По поводу евроинтеграции. Ну, это чистой воды популизм. Почему? Вот наши коллеги, которые представляют правящее большинство, ну, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Вот то же самое они хотят доказать, что они самые европейцы, и кроме них нету никого. Правильные европейцы. Да, конечно. У нас есть правильные и неправильные унионисты, у нас есть и европейцы. Я отвечу господину Загородному. Почему таможенного союза, это уже, скажем так, мы перешли уже давно на другой этап. Есть евразес уже. Поэтому, почему мы пока не предлагаем евразес, а потому что есть пятая статья Конституции. А пятая статья Конституции гласит следующим образом. Демократия и политический плюрализм. Демократия в Республике Молдово осуществляется в условиях политического плюрализма, несовместимого с диктатурой и тоталеризмом. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии. Поэтому, что вы сделаете? Если вы все-таки внесете... Мы предложим. Ну, предложите. Скажем так, мы идут... Нет, вот секунду, вот это очень важная формулировка. Если господин Загородный говорил совершенно четко, мы внесем, мы сделаем. Господин Загородный говорит аккуратно, мы предложим. Мы предложим. Вы что, запретите те политические партии, которые не поддерживают, скажем так, вхождение в Евросоюз? Потому что у нас даже люди путают, что такое евроинтеграция и вхождение в Евросоюз. Это совсем другие, разные вещи. На самом деле, вот наши коллеги этими играют. Евроинтеграция, евроинтеграция, это осуществляется вот завтра, начнет по бычку молочко вниз по течению. Но это очень опасный момент. Нельзя трогать Конституцию и менять. Ну, придем мы. Что значит? Нужно аннулировать или уже, скажем так, изменить и написать там, что Евразес? Ну да. Воронин даже этого не делал, имея 70 мандатов в парламенте. Да нельзя, если мы действительно считаем себя правовым государством, если мы действительно руководствуемся Конституцией, высшим законом в этой стране, нельзя ее трогать, потому что не может изменить Соединенные Штаты за свое существование. Знаете, сколько изменений в Конституции? Ни одного. Только били. Включались. О, включались. 12. За сколько? 300 лет там? По-моему, 200. 1770. Да-да-да. То есть, для них это святое. Понимаете, вот они и трогают. Кстати, это ваши партнеры. Вот они не трогают, а вы трогаете. Тоже демократы, кстати, американские. Так вот, берите пример с них. Не трогайте Конституцию. Это святое. Григорий, скажите, пожалуйста, как конституция нравится. Вот перед выборами демократ. Сделают это? Я не исключаю, потому что для того, чтобы доказать всем, насколько они евроинтеграторы, все оптом там, ну, демпартия соберет там. А если не соберет, то дожмет еще несколько, сколько им еще необходимо, и найдут там рычаги. Нет, я когда вы здесь спорили, я молчал. Я так как не депутат и не знаю всех тонкостей избирательного права. Но однажды я тоже был на одной дискуссии, где там люди чуть не убивали друг друга в споре именно избирательной технологии. Они спорили, сколько процентов можно добиться от того, что два дня разрешать голосовать в диаспоре, сколько надо открыть там, сколько надо открыть здесь и так далее. Я им задал один вопрос. Ребят, сколько получили демократы на выборах 2014 года? 19 мандатов. Сколько у них сейчас? 60. И не надо было никаких процентов, никаких там диаспор, ничего. Ну не 60, конечно. Ну а сколько? Ну есть большинство. Большинство есть, я думаю, даже будет большинство. Большинство не конституционное. Поэтому, вы знаете, никаких проблем, я думаю, не будет при желании. Все будет зависеть от правящей партии. Захочет она это сделать, она найдет способ. А у правящей партии есть резон? Я думаю, что правящая партия оказалась в непростом положении. Именно потому, что она стала у власти на исходе правления. Вот я не хочу их ругать страшно. Почему? Потому что они пришли к власти на исходе правления вот этой альянс. Девятилетия. Абсолютно провального. Который ознаменовался коррупцией, столкновением политической вот этой вот игрой, да? Воровством, падением уровня жизни. То есть всем тем, что мы сегодня в этой... И демократы поняли, что больше с ними не надо. Они от них ушли, сделали свою власть, да? Но, понимаете, люди-то помнят, да, откуда ноги растут. А не должны ли они нести ответственность? И вот сегодня... Валерий, важный момент. Не должны ли разве тогда, судя по вашей логике, нести ответственность в том числе за то, что они были частью этого правления? А они же сегодня пытаются отмежеваться. Нет, нет, нет. Никто с них этой ответственности, во-первых, не снимает. Все прекрасно знают, кто откуда вышел, куда и как прошел. Вы знаете, у народа все ходы подсчитаны. Это первое. И они, действительно, в очень непростом положении, потому что им за короткий период каким-то образом надо показать какой-то результат. И там сидят неплохие ученики господина Воронина, который всегда прекрасно понимал... Они, кстати, с ним долгое время были в одной партии. Они знают великолепно, что если народу что-то не положить на язык, за голосами ходить нечего, понимаете? То есть они будут стараться сегодня в этот короткий период что-то предложить. Правда, если в молдавской пословице порку бедоса, то есть свинью нельзя раскормить за две недели до Пасхи. Но что-то они будут делать. Что-то они будут делать, потому что потеря власти для нынешней демократической партии связана с тем, что они, к их сожалению для них, они будут нести ответственность за все эти 9 лет. Понимаете? Дело в том, что все остальные разбежались, гимпу, все они попрячутся. А вот они, им придется за все, за этот 9-летний период отвечать. Отвечать перед избирателями. И ясно, что те, кто придет к власти, они захотят с ними это каким-то образом. Тоже, вы знаете, есть такой принцип, когда человек приходит к власти, он в первую очередь что делает? Обвиняет своего предшественника. Второй период, это он ищет конверт, так сказать, для смены власти. Поэтому я понимаю, что у нынешней власти очень непростая ситуация. Очень непростая ситуация. Они полны решимости из нее выбраться. Мы будем видеть, нам это будет интересно. Во всяком случае для нашего брата работы будет новой. Вот скажу проще. Когда девушки избирателю надо говорить, что ты сделал за это время. Я думаю, что будет гораздо проще им будет, по крайней мере, казаться, разговаривать, когда они скажут. Вот вы смотрите, был Филат, он же тоже говорил, что он за евроинтеграцию. Он этого не сделал. При нем, да, этого не было. А вот мы пришли к власти. У нас уже вот то, о чем я говорил, о праймеризе, о стандарте, который был задан протестами. У нас же сегодня столько партий про евроинтеграцию, они на одну площадь поделить не могут. Они уже дерутся на площадь, и кто главный евроинтегратор? Но ведь важнее. Власть за евроинтеграцию. Те, кто пришли на площадь правой евроинтеграции, за евроинтеграцию. Шорт тоже за евроинтеграцию. Все за евроинтеграцию. Не беречисляйте всем. Куда бедному университету подняться? А демократы скажут, вы пока говорите, а мы внести в конституцию. А, совершенно верно. И уже, и мы уже говорим за другое. И потом, скажите, пожалуйста, за эти годы, с 2009 года, придумали ли что-то они интереснее, кроме евроинтеграции? Может, они бы еще что-то придумали? Для того, чтобы придумать что-то, кроме евроинтеграции, нужно заняться положением дел в стране. И нужно, в первую очередь, то, о чем я говорил раньше, дать честный анализ ситуации в стране. Без этого честного анализа ничего не было. По этому поводу, как говорят, я имею что сказать. Потому что, вы знаете, не нужно прям, возможно, такие вещи делать, потому что власть так поднаторела в выборах. Господин социалист, вот смотрите, когда вы читаете новость, на днях буквально я ее прочла, о том, что одна из старейших партий, социалистическая, вдруг приняла решение, что она примет участие в этих парламентских выборах. Какие мысли посетили вас? Вот столько лет вот не было, да, вот еще социалистической партии, не партия социалистов, а тут вдруг вот, какие ассоциации у вас? У меня, вы, наверное, еще мало знаете, там не только социалистическая партия появилась, но появилась некая ПРСМ, разные аббревиатуры. То есть аббревиатура была одинаковая? Да, 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 конечно. То есть мы даже знаем, кто это, что это за фрукт, скажем так, которого вытащили из нафталина, чуть потрусили. Вот сейчас пытаются ему макияжик сделать, чтобы подать ему товарный вид. Такая была партия Руслана Попесли, помните? О, совершенно верно. Вот я к этому шел. Вот, я помню. Помните, он сколько-то, чуть-чуть не вошел в парламент. 5%? Со своим колоском и... Аббревиатура была схожа с аббревиатурой партии коммунистов Республики Молдова. Было дело. И вот ставки именно на этом, чтобы ввести чуть-чуть в заблуждение избирателя. Чуть-чуть эта партия, ПРСМ, чуть-чуть вот эти, они, кстати, сейчас тоже, у нас тоже есть информация, хотят тоже звездочку, как символ партии. Тоже, да? Да, да, абсолютно. А там, скажем так, наш сторонник, будучи в кабинке, а господи, а кто... Может ошибиться, конечно. Не то, что ошибиться, это 100% а кто это, эти или эти, или третий. То есть, есть такие принципы. Это называется, в политике это называется политические клоны, которые, они не проводят никакой работы, они не проводят никаких, ни съездов, ничего, их искусственно регистрируют в Минюсте, искусственно. Именно с этой целью, и, как правило, они появляются там за 2-3 месяца, за полгода до выборов. Кто в этом заинтересован? Кого подозреваете? Это, по крайней мере, заинтересовано нынешнее, скажем так, большинство. Вот так? Да. Господин Загородный, вы долго у нас молчали, я уж удивилась, спасибо вам большое. Поэтому сейчас, я с удовольствием предлагаю вам слово, да. По этому поводу. Вот смотрите, подозревают, что это все-таки выгоднее вам. Ну, подозревать это много. А, Вастя, ну, вы уже сказали, что мы прошли через этот путь, потому что еще в 2014 году, когда создали вот этот эклон, и забрали у нас очень много голосов, почти 6%, 5 с чем-то. Это вы сейчас когда говорите, когда вы были в партии коммунистов? Это по КРМ, когда мы были так, по КРМ. Ну, конечно, это законом не запрещается, конечно, это законом, это избирательная комиссия считает, если она не ведет в заблуждение, или не совпадает с другими партиями, и с названием, и с символикой. Но я хочу вернуться к более серьезным вопросам, то, что вы говорили за 9 лет. Я хочу сказать со всей ответственностью перед камерой, перед телезрителями, что я буду ходить к людям и говорить за 2 года, которые партия демократов возглавила, поддержала правительство. Я лично поддержал правительство этого Филиппа. Потому что это было в 2016 году, когда все думали, что вот-вот-вот исполнится на самом деле мечта и избирательные предвыборные обещания господина Дадона, что парламент будет распущен, что парламент пойдет на досрочные выборы, что это был бы хаос и был бы коллапс. Это я вам говорю 100%, поэтому тогда уже никакого финансирования не было, и никакого бюджета бы не было, и ничего бы не было. Поэтому я буду говорить и говорю, вот уже сколько времени я остаюсь в фракции партии демократов, говорю людям за эти 2 года, которые мы находимся во власти во главе с правительством Филиппа. И очень много было сделано. Да, я был в оппозиции 7 лет. Я знаю, критиковать это легче, чем быть в власти. И был во власти еще с 5-го года как депутат, вы хорошо знаете. Но ситуация в стране тогда была такая плачевная. И за 2 года правительство Филата с большинством парламента многое, очень многое сделало. И заканчиваю. И даже тот, кто не хочет признавать, даже тот, кто не хочет расстрелять. Но то, что вы говорили, что анализ, вот как говорил господин Демидецкий, анализ. Да, анализ делается. Да, и мы еще не довольны. Далеко не от этой удовольствия. Ну не ботымку, а пречь, как это говорится, о непенеме от холодной воды. Еще многое-многое предстоит делать. Но за такой короткий перевод стабилизировать в стране ситуацию и политическую, и экономическую, и социальную, и кризисную, вернуться в русле нормальной развития страны Республики Молдова, это очень большой успех. Спасибо. Это и последнее. Я поняла вас. То, что вы говорите за вот это, за клоунаду, вы скажите спасибо. Он про клоунов. Клоунаду в смысле клоунов, которые появятся в выборной кампании, если они появятся. Очень правильно подмечено. Да, потому что клоунаду и у вас было. Если тогда в 2014 году Ренак Усатый не сказал бы голосуйте за социалистов, вы бы не имели 25 или 24 депутата. И я не хочу сейчас говорить. У вас во фракции люди, которые пока дошли до парламента во вашей фракции, были и в либеральной партии, и в либерал-демократии, в демократической партии. Я знаю из территорий, которые перешли к вам. Что вы говорите? Я вам говорю. Я не хочу этого человека сейчас говорить в эфире. Но я знаю из территорий, которые потом перешли к вам и сейчас уже за. Да, я поняла. То, что было сделано, это очень хороший успех. Вот господин Загородный говорит, что был бы хаос и коллапс. Ё-моё, оказывается, живем в раю сейчас. Или я живу в другой стране, или что-то не понимает. Никто не говорит, что мы живем в раю. И по вас не будем жить в раю. И кто бы не пришел во власть, не будем жить в раю. Майя, Настас, или кто там еще. А вы говорите, что коллапса сейчас нет. Что мы хотим сами. И куда мы хотим будет. Я не говорю, что все хорошо. Ты что, не слышал, что я сказал? Но у меня обозначен по апрессии. Дорна, это что было стабилизация в стране, это должны признавать. Дайте дорогу тем, которые умеют это делать. А то вы схватились за эту власть. И как, знаете, как тот утопал и все показывал. Подукесли, подукесли, и все так же утонул. Не надо играть со страной. Григорий, ты молодой политик. Правильно, я молодой политик. Я себе один раз сказал, что уже не буду никогда говорить о том, но ты запомни, кто узаконил эту власть в 12-м году, 16-го марта. Причем тут 12-й год? Я тебе говорю, тогда должны были досрочные выборы. За полтора года не могли избрать президента. Что оставить? А что было бы? Что было бы? Были бы досрочные выборы, были бы коммунизм, айласы. Я только скажу в плане примирения. Не надо вот это, господин Загородный. За два года вы ничего не сделали. И будете говорить, я даже пытаюсь понять, на кого вы будете сейчас скидывать вину, потому что скоро предвыборная кампания, и вы начнете опять, вот русские танки нам помешали, Путин лично крутился на площади, мы на Москове, и все ковороды, все, что хочешь, появится. Это большая коалиция, у нас было Михаила Федоровича. То, что касается вот таких драконовских проектов, демократы же не приходят с каким-то политическим, скажем так, проектом закона повысить пенсии, зарплаты. А для того, чтобы вот сталкивать лбами общество, то начинают, то румынский язык, то еще чего-то, то давайте Конституцию и так перевернем, и так ее постелем. То есть занимаются не экономикой и социалкой, а больше имеется в доступ на рение. Совершенно верно, в демагогии, чистой воды. Хорошо. Господин Демдетский, вот как за этот период у нас будут, на ваш взгляд, развиваться отношения с нашими внешнеполитическими партнерами? Потому что некоторые вот аналитики, политологи говорят, что могут обостриться, мол, да российские отношения. Могут европейцы что-то сказать, да, вот они начали говорить то, что им не нравится. Вот, вот с вашей точки зрения, что будет? Молдавско-российские отношения обостриться? Куда уже? Ну как? Нет предела совершенно. Знаете, как у нас, когда казалось дно, то снизу постучали. Когда уже, когда уже. Ну я надеюсь, что, я не думаю, что, знаете, вот здесь вот отношения внешних партнеров. Когда мы обостряем отношения с кем-то внешним партнером, это не касается внешним партнерам. Евросоюз, США и Россия проживут без Молдавии и не заметят наших выпадов, и ничего не заметят. Эти выпады, вот эти вот дисбалансы, они больше всего касаются нас и ударяют по нашему народу, по нашему населению. Как обострение с Россией, как обострение с Евросоюзом. Ведь никто не ставит вопрос, ни один разумный политик не будет ставить вопрос, что надо с кем-то ругаться. И эти выборы действительно станут выбором между, я сказал бы так, между партиями и политическими силами, которые говорят, с одной стороны, что Молдова, она не стоялась как государство, так к нашему празднику независимости. А с другой стороны будут партии, которые говорят, что у Молдовы есть шанс на будущее, и она может вполне развивать свое государство, имея хорошее отношение с Западом и с Востоком. Вот какой выбор сделает избиратель, ну мы поживем, увидим. Ну а что касается отношения внешних партнеров, вы знаете, я, поверьте мне, я знаю настроение немного в Москве в отношении к Молдавии. Мы там не на первом месте, и даже, может быть, не на сороковом или на пятьдесятом, то же самое и у других внешних партнеров, у них есть другие проблемы. В Евросоюзе это и Brexit, и проблема мигрантов, и куча, и кризис на Ближнем Востоке, и у Соединенных Штатов Америки. Мы для них не первый политик, как говорят, да. Но с другой стороны, я так думаю... Все очень будет, очень много будет зависеть ситуация в нашей внутренней стране, насколько быстро внешние партнеры, да, вот Россия, ЕС, США договорятся по украинскому кризису. Это будет очень многое зависеть от нас. Иначе нас могут заставить, и, к сожалению, наши политики зачастую идут на эти опасные игры, нас могут заставить танцевать вот на чьей-то стороне, понимаете? А для нашей такой маленькой страны, если мы видим, что случилось с Украиной, то для нашей страны такие игры убийственны просто. И знаете почему? Не потому, что мы выступим на стороне, там, россиян, это смешно говорить, там, или на натовцев, или там... Это невыгодно ли нашей стране, потому что наша страна уже разделена. У нас есть Приднестровье, у нас есть Гагаузия, у нас половина правобережной Молдовы, да, она разделена в своих симпатиях между Европейским Союзом и Российским Союзом, между Россией и Европой. Старые связи нельзя понять. И для нас эти колебания фатально опасны. Власть должна это понимать и не играть в эти внешнеполитические качели, и игры. Это опасно, прежде всего, для нас. Они не заметят нашего распада. Хочу, чтобы вы, господа депутаты, прежде всего вы, господин Загородный, прокомментировали, я не знаю, вот ту мысль, которая муссируется в последнее время около политических круга. Понимаете, как? Вот люди не уверены в том, что власть не может не поменять, может, вернее, поменять дату выборов. Слышали об этом, господин? Читал в прессе. Да. Вот вы можете сказать, что позиция демократической партии не зыблема? Вот назначили, что будет 24-й? Будет 24-й. В феврале. Я на данный момент хочу сказать, я твердо и уверенно, что никакие разговоры, никакие совещания по этому вопросу, где бы обсудилось, обсудилось, как бы изменений даты выбора не было. Мы проголосовали решением парламента, через решение парламента о назначении даты выбора 24 февраля 2019 года, и это было то, что голосовало парламент. И это такая незыблемая будет дата? Я читал, что, если я не ошибаюсь, господин Дадон, это высказался в телепередаче, где-то, если я не ошибаюсь. Да не только господин Дадон, потому что многие политологи нашли уже. Ну, 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 я от него читал, что это, или, наверное, его спросили тоже, как вы меня спрашиваете, он сказал, это все возможное. Но я вам говорю еще раз, никакие обсуждения по этому вопросу внутри нашей фракции, нашей партии не было на этом счету, чтобы дату назначенной 24-го, чтобы ее перевели на другое время. Спасибо. Господин Довак, вы с доверием относитесь к таким заявлениям? Потому что, когда была назначена эта дата, многие все-таки несколько удивились, потому что власть не очень любит назначать на зиму, да, вот выборы. Есть еще ряд причин, по которым некоторые политологи выразили сомнения. А вот вы доверяете, вот сейчас человек говорит, мы не намерены, у нас 24-е. Конечно, не доверяю. Так. Еще одна. Как им доверять? Почему? Демократическая партия уже давно перестала кого-то удивлять. Вот искренне вам говорит, так все, а вы не доверяете. Знаете, я действительно верю в то, что вот сказал господин Загородный, что это не обсуждалось внутри фракции. Такие решения не принимаются. Да, это и не обсуждается. Я сказал фракции в партии. И в партии. Да, они нас, поэтому... Действительно, там такие вопросы не обсуждаются и не решаются. Там по-другому ставят перед фактом. Другой механизм. Другой механизм. Ну, это их чисто внутренняя политика, пускай разбирается как отец. Но, то, что касается даты выборов, для меня вот странно, почему убежали так далеко. Да, это потопительный сезон. Зарплаты так и не вырастут. Энергоносители, вот о чем мы говорили, гигакалории. А к тому времени как раз где-то третья уже фактура придет людям в почтовые ящики. Люди будут очень злые. Поэтому я так думаю, это чисто мое, это не мнение партии, не фракции наши, что демократическая партия назначена на 24 февраля, чтобы все расслабились. А в конце сентября теоретически могут собраться на заседании парламента. Вот, и изменили проект, ну, решение парламента изменят постановление. И назначат на конец декабря. И со второго, начиная со следующего дня, опаньки, и предвыборная кампания. Для этого не нужно конституционное большинство. Конечно. Для этого нужно конституционное большинство. Закон не нарушается. Давайте я попробую расшифровать, что сказал господин Новго. Я не понял, а потому что он не выгодно... Григорий, вам не выгодно в этом время... Конечно, выгодно. Секундочку, секундочку. Если вам выгодно, мы не будем обидеть. Секундочку, секундочку. Нам хоть завтра. Давайте я скажу. Поэтому мы упорно готовимся к выборам, мы даже не берем во внимание, когда... Абсолютно правильно. Все, кто готовится усиленно к выборам, поступают абсолютно правильно. И мы на сегодня имеем двух представителей, которые действительно готовятся серьезно к выборам. На территориях это заметно. Они работают на территории. Давайте говорим так. Господин Новгок абсолютно правильно сказал, что в демортийской партии, в нынешней власти, решение принимает один человек. Это так. Можем что угодно говорить, но этот человек зарекомендовал себя как блестящий мастер политического маневра. Вспомните, как он снял вопрос с протестами. Ну идемте на выборы. Одно из условий ваше было, президентское. Пожалуйста, вам решение Конституционного суда, от которого пила валидола половина наших юристов конституционных. Но тем не менее, Конституционный суд решил, и пошли на выборы. Сейчас может быть абсолютно принято такое решение. Есть правая оппозиция. Они будут смотреть, как действует правая оппозиция. Правая оппозиция показала себя очень слабой. На этом митинге мы посмотрели, что там фактически народной поддержки практически нет. И если они еще попытаются раскрутить этот протест, и этот протест начнет принимать угрожайшие власти, у демортийской партии будет всегда козырный туз, как говорил Михаил Теодорович, в рукаве. Они вытащатся и скажут, хорошо, если вы так настаиваете на смене власти, а нынешняя оппозиция требует смены власти, и так далее, они скажут, идемте на выборы в ноябре. И вдруг выяснится, что, оказывается, далеко не все к этим выборам готовы. Понимаете? А, во всяком случае, вот эти люди, которые сегодня пытались организовать протесты, и у них не получилось, они к выборам, насколько я понимаю, они сейчас в растерянности. И не исключено, такой вариант не исключен тоже. И, знаете, я не хочу здесь упрекать власть по той простой причине, и оппозиция, и власть действуют в силу своих интересов. А то же самое, что обвинять Дадона, почему он в одних случаях поступает таким образом, или в других, другим образом. Знаете почему? Потому что Дадон думает о интересах своей партии, социалистической партии, потому что он понимает, что эта партия поддержит его как президента, и без этой партии ему сложно будет удержать власть. То же самое господин Плохатнюк, то же самое господин Анастасий, господина и госпожа Санду, которые являются злеющими на сегодня врагами, несмотря на то, что они ходят по площади вместе, по той простой причине, что они действуют. А что касается внешних партнеров, для внешних партнеров, которых мы сегодня называем партнерами по развитию, как это не смешно, страна, находящаяся в многолетнем затяжном кризисе, говорит о партнерах по развитию. Где развитие, спрашивается. Мы их даже подставляем, даже и называя партнерами развитию. Так вот, для партнера по развитию будет гибельно сказать после 10 лет истории успеха и так далее, сказать, что все дело закончилось очень плохо. То есть, ну, это, можно сказать, из исламной анекдоты обделались. Поэтому по этой простой причине, что, значит, для наших партнеров, которых мы называем из Запада, важно сохранить этот статус-кво. Да, вот с курс на евроинтеграцию ничего не случилось. Да, я не знаю, для россиян, мне кажется, вот я не вижу их активного вмешательства в нашей избирательной кампании. Да, вот господин Додон ездит часто в Москву. Все равно скажут. Нет, нет, нет. А скажут-то, скажут. Да, Москва не предпринимает резких движений в ответ на, ну, эти вот движения, которые идут из Кишинева, с высылкой чиновников, депутатов, дипломатов и так далее, и так далее. Только из того, что они не хотят испортить отношения с Молдовой окончательно. Это не в их интересах. И не хотят, так сказать, подложить мину нехорошую президенту, который хорошо относится к Москве, и сегодня каким-то образом спасает наш ареномен в Кремле. И это значит, что они надеются на то, что у нас в стране могут прийти те политические силы, которые урегулируются. Безусловно, они надеются, по той простой причине, что Кремль не заинтересован на сегодня в обострении ситуации в Молдове. Им это не нужно. Не нужно, соглашусь. Наше время вышло. Мне остается вас поблагодарить за наш с вами разговор. Я так понимаю, что вопросов осталось еще у нас много, поэтому будет шанс еще раз встретиться и поговорить. Поэтому спасибо большое. От себя могу добавить, что, знаете, я, когда готовилась к этому эфиру, тоже вопросы какие-то составляла, а потом к окончанию пришла к такому простому очень выводу. Главное, чтобы за это время миллиард не украли, как это было в прошлый раз. Поэтому пусть политический сезон будет ярким, пусть жарким, но главное, чтобы наши деньги остались целыми. А нечего. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин